Посетителям здесь всегда рады. Вот только что среди игроков окажутся журналисты, в салоне явно не ожидали. Под пристальным взглядом объектива в камер девушка-администратор, которая обналичивала выигрыши, сразу старается спрятать выручку. Всех остальных происходящее мало интересует. Игроки не обращают внимания и продолжают испытывать судьбу. В этом игровом салоне как будто и не слышали о запрете игорного бизнеса. Здесь по-прежнему принимают ставки, выигрывают и проигрывают. Посетителю салона Игоря ни камеры, ни посторонние люди, ни помеха, рассказывает долго искал открытый клуб. Поиски увенчали с успехом. Теперь он приходит сюда постоянно. Утверждает, не знал, что его увлечение противозаконно. Поскольку есть, так я выигрываю. Сейчас я выигрываю. Ну, тогда. Об этом игровом салоне возмущенные местные жители сообщили представителям всеукраинской общественной организации Комитет по борьбе с организованной преступностью. Ее активисты утверждают, опыт закрытия подобных заведений они уже имеют. Так, в начале осени, благодаря им, милиция прекратила работу нелегального казино в Киеве. Вот и здесь сразу же отреагировали на жалобу людей. Разоблачают салоны так. В игровой клуб под видом обычных посетителей заходят представители общественной организации. Делают ставки и начинают играть. После этого нам предоставили автомат, отключили его. Мы закинули деньги и начали играть, смотреть. Убедившись, что казино действительно работает, вызывают милицию. Правоохранителей долго ждать не пришлось. Сначала на место прибыл патруль ППС, немного позже – опергруппа. Но комментировать ситуацию на камеру горловские милиционеры отказались. Пояснили лишь, что о существовании этого заведения даже не подозревали. Объясняют, людей для патрулирования не хватает, и этот спальный район контролировать практически некому. Правоохранительные органы знали, что вы здесь вот… Я не знаю. Я не знал ничего. Милиция и дальше повела себя странно. Следователь, который работал на месте, отказался задерживать сотрудников и опечатывать помещение. Пояснил без разрешения прокуратуры, на это он не имеет права. Все эти автоматы и любое имущество, которое присутствует в данном помещении, должно быть конфисковано. И деньги, вырученные с этого, будут перечислены на корость державе, то есть нашего государства. Но мы здесь видим просто-напросто какие-то отговорки, причины. Мне кажется, это очень, ну как-то, мягко говоря, ну абсурдно выглядит. За все время пребывания на месте хозяин клуба так и не объявился. Только по телефону давал указания девушке-оператору. Дальнейшую судьбу горловского эльдорада нам так и не удалось узнать. В областном управлении МВД ответ на этот вопрос за весь день нам так и не дали. Представители общественной организации обещают следить за событиями. Говорят, если клуб не закроют, будут обращаться в высшие инстанции. В комитете утверждают, работа этого игрового салона случай отнюдь не единичный. И похожие подпольные казино до сих пор работают, как в некоторых городах области, так и по всей Украине. Ольга Шелкина, Евгений Красюков, Панорама.